В Ивановском зоопарке снова пополнение. Три звериные семьи обзавелись потомством. Крошка Бэмби появилась у пятнистых оленей Гертруда и Германа в ночь на 18 июня. Теленок, которому чуть больше недели, осваивается на территории зоопарка. Скорее всего, малыш, имя которому придумают в ближайшее время, останется здесь на ПМЖ. Мы заметили уже с утра, поняли, что она будет сегодня рожать. Да, в принципе, я за день уже поняла, что она будет рожать. Потому что там вымяк прям наливается, становится большим, и там уже пуш. Мы уже знаем, как это происходит. Радуют посетителей зоопарка детеныши и этих копытных. У самца европейской лани с редким именем «Амбассадор» две самки. И обе с разницей в пару дней родили сыновей, похожих на отца, как две капли воды. «Амбассадор» очень заботливый, рассказывают сотрудники зоопарка. Постоянно защищает телят. Детеныши лани в зоопарке не останутся. Их планируют передать в другие зоо-сады страны. Состояние в хорошем. Вы сами видели, что они по конституции, по всему. То есть никаких пороков нет, патологий нет. Рождены они, в принципе, вовремя. Матери отелились с кормлением хорошо, то есть матерей. Поэтому, естественно, они получают тоже хорошее молоко. Но с родителями повезло не всем новорожденным. Маленькую японскую макаку мать бросила при рождении. Боня, так зовут взрослый особь, поступает так с потомством уже в третий раз. Теперь за маленькой обезьяной ухаживает сотрудник зоопарка Татьяна. С полукилограммовым зверьком она проводит 24 часа в сутки. В течение дня мы с ней на работе в зоопарке, затем я забираю ее домой. И уже вечером и ночью мы с ней дома вместе. Она по дому у нас и гуляет, и кормим мы ее дома. Намного лучше она ест и ванны принимает. То есть здесь все-таки сквозняки, и мы стараемся не простудить обезьяну, здесь не купать. А в домашних условиях это все намного легче совершить. Обезьяний малыш очень активный, хоть и самый маленький из потомства Бонни. Развивается животное также стремительно. У трехнедельной крошки уже шесть зубов. На этом бэби-бум в зоопарке не закончится. В конце июня детки появятся у двух пони, а в августе потомство ждет пара зубров.